С нами на связи Ян Матвеев, военный эксперт. Ян, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Да, есть с нами? Вот видим, а вот звук. Давайте звук. Со звуком будет лучше. Да, да, добрый раз. Вот, вот, прекрасно. Ян, ну давайте, во-первых, вот ваш комментарий, это истории по поводу игр вокруг призывного возраста. Да, как я понимаю, тот предел верхний повысили, а тот решили оставить на уровне 18. Да, вот, ваша позиция по поводу того, почему так решили сделать, возможно, надо было расширить в рамках вот этой кровавой войны Путина и нижний предел? Почему нет? Ну, мы из самого начала говорили, что все, видимо, к этому идет. Еще в прошлом году, когда там Шойгу и прочие военные анонсировали это изменение, они подавали, что вот, значит, будем более зрелых, более взрослых людей брать на фронт. Ну, на самом деле, ну, не только на фронт, и в армию призывную, как они заявляли, но, конечно, это просто расширение вот этого списка, да, доступного мужчин, которых можно брать в первую очередь, да, по призыву, потому что мобилизация и так, она захватывает большие возраста. Понятно, что в условиях, да, и мобилизации, и ухода части людей, там, добровольцами, контракту не хватает, в том числе призывников, и они вот расширяют таким образом список, да, доступных мужчин увеличивает количество. Естественно, все эти меры, конечно, направлены на то, чтобы еще больше людей так или иначе привлечь на войну и в российскую армию. И я не думаю, вот, по-моему, вчера появилась кто-то, клишес, по-моему, да, депутат Госдумы, начал говорить, что да нет, вроде надо повысить возраст, может быть, они так пытаются заигрывать, как бы, с обществом, может быть, попытаются откатить все это, если увидят какое-то особо большое недовольство, и действительно, там, будут снова обещать, скажем, повысить призывной возраст до 21 года. Но я не думаю, что они в итоге это сделают. Вот они сейчас расширили, по сути, и так дальше и будет, скорее всего. Ян, а в целом, да, что вы можете отметить по поводу вот этого понятия мобилизация, скрытая, не скрытая, как она вообще сейчас проходит? Потому что мы сейчас говорим об законодательных инициативах, да, об электронном учете военнообязанных и так далее, и так далее, о штрафах за неявку военкомат. Но это так или иначе должно повысить дисциплину среди тех людей, которые, ну, вот, вот, неоднозначно, да, как-то относятся к войне Путина и Российской Федерации против Украины. А что сейчас с мобилизацией, да, на каком она уровне, да, вот какая там волна вот сейчас наблюдается, или это, наоборот, определенные провисии, мы выйдем на новые какие-то цифры уже, возможно, ближе к осени, во время там нового призыва, который, как ожидается, пройдет в рамках, ну, всеобщей, да, от этой истории с призывом на территорию Российской Федерации. И о каких цифрах, возможно, мы сейчас можем с вами вести речь? Ну, судя по всему, сейчас продолжаются попытки собрать людей, там, полудобровольно, да, вынудить их как-то уговорить подписать контракт, и, видимо, кто-то действительно эти контракты подписывает, какие-то люди идут, большого ажиотажа не видно, нет никаких подтверждений там. И о том, что, скажем, на контракт записалось вот те самые 156 тысяч человек, о которых еще месяц назад говорил Путин. Кстати, интересно, что вот этот депутат Картополов, когда выступал по поводу, собственно, не увеличения вот этого призывного возраста, ему там также задали вопрос про мобилизацию, он сказал, что нет, мобилизация не нужна, потому что мы набрали 150 тысяч контрактников. Но, как мы помним, Путин месяц назад говорил, что они набрали 150 тысяч контрактников. То есть очевидно, что Картополов, ну, как бы не очень в контакте с этими цифрами и не контролирует их, скорее всего, нет какой-то, нет какого-то реального подсчета. Вот он помнит, видимо, что Путин говорил про 150 тысяч и повторяет, как заведенный. И сам Путин, скорее всего, эту цифру взял там с потолка или просто с каких-то отчетов. И вот Картополов, который, да, председатель комитета Госдумы по обороне, и вроде как должен быть в курсе всех точных данных, хотя бы там плюс-минус, вот он все равно дает совершенно в любом случае неактуальную информацию. Даже если там Путин месяц назад сказал правду внезапно, не могли они там за месяц не набрать еще несколько тысяч человек при таких темпах. Ну, это все нам говорит о том, что вот эта вот информация Минобороны по поводу набора контрактников, она все-таки фейковая. Ну, то есть дополнительное такое подтверждение. По поводу самой мобилизации, каких-то прямо действий, каких-то сборов, не знаю, не видим. Может быть, какие-то единичные случаи есть, но массово точно это не происходит. Да и не видно никаких формирований, скажем, которые бы российская армия создавала, где-то бы они там тренировались и так далее. Есть несколько учебных лагерей, их показывала и Минобороны тоже, но они явно не такого масштаба, не в таком количестве, как было прошлой осенью во время, собственно, масштабной мобилизации. И я думаю, что действительно сейчас вот те различные дополнительные меры, которые готовит в том числе и Госдума, и с этими штрафами, новыми правилами мобилизационными и все остальное, и то, что было подготовлено раньше, это как раз такая база для проведения новой волны полноценной мобилизации. Возможно, они как раз уже хотят ее сделать спустя год после первой волны. И как-то это вот как раз объяснить, что вот год уже прошел, можно провести новую волну. Тут надо понимать, что это в любом случае рано или поздно произойдет. Понятно, что сейчас российской армии несколько помогает тот факт, что ВСУ не прорвали фронт, не смогли продвинуться далеко, скажем, до Токмака или дальше до Мелитополя. Если бы ситуация на фронте у российской армии была более критическая, то, скорее всего, пришлось бы уже сейчас проводить такую мобилизацию. Но пока они, ну, российская армия справляется теми резервами, которые есть, но они тоже не бесконечны. И, естественно, российские военные погибают на фронте. От этого никуда не деться. И потери есть, да, и восполнять их все равно вот именно масштабно нечем, кроме мобилизации. Так что она рано или поздно все равно будет. Да, и к тому же, что военные эксперты в том числе говорят о том, что уже стратегические резервы российская федерация, российская армия задействовала. А что уж говорить, если о цифрах уже пошла речь, просто для дополнения, скорее всего, для размышления нашей российской аудитории о том, что, скажу, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Черватый говорит, что в Лиманокупинском только направление фронта Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих. Вот. И это по состоянию 3 дня назад, да, 3-4 дня назад. Это так для понимания вообще происходящего на фронте. Ну, а вот, кстати, если вспоминать о тех же пригожинцах, да, вагнеровцах, и о том, что после этого неудавшегося так называемого мятежа было предложено им подписать, некоторым тем, кто согласится, конечно же, подписать с Минобороны контракт с российским министарством обороны. Вот. И теперь эти наемники в сети жалуются, что их бросают на самые горячие участки фронта без поддержки артиллерии и авиации. Об этом сообщают осведомленные российские паблики. В частности, по данным нескольких источников, в одном из боев под Бахмутом погибло сразу 8 бывших вагнеровцев. Вот. Как оцениваете вы, это ситуация такая тихая, холодная месть этой Минобороны или просто настолько уже критическая ситуация на фронте, что, как вы говорите, не за горами эта мобилизация, когда наступит этот критический момент? Ну, во-первых, не исключено, что это происходит, вот, да, какая-то повышенная, скажем, гибель вагнеровцев, которые подписали контракт, в связи с тем, что их бросают на более сложные просто участки, потому что, ну, во-первых, они сами себя поставили, да, как, там, самые крутые военные все время о себе так говорят. Ну, вот, командир, видимо, думает, ну, хорошо, вы самые крутые, значит, вы пойдете в самое сложное место, ну, и, естественно, там, где сложно, там и больше потерь. Естественно, тоже нельзя исключать, что вагнеровцы, как и другие заключенные, скажем, которых нанимают Минобороны из российских тюрем сейчас, они находятся на таком несколько другом положении, чем обычные военные. Понятно, что там внутри вот этой вот системы, внутри группировки есть некое ранжирование, да, кто-то более, скажем, в привилегированном положении, кто-то в менее, кого-то используют как расходный материал, по сути, да, и бросают в какие-то смертоубийственные атаки без надежды на выживание, да, кого-то используют там в более безопасных местах и так далее. Вот, возможно, к вагнеровцам такое отношение. Я не думаю, что есть какие-то там указания или там рекомендации, скажем, избавляться от вагнеровцев для российских, да, командиров, но это просто естественным путем получается. На них немножко косо, наверное, посматривают, и поэтому, да, они попадают на какие-то прям самые тяжелые участки, где и могут просто быстрее погибнуть с большей вероятностью. Давайте далее еще об одном ресурсе, скорее всего, подневольном поговорим далее. Весну этого года чиновники Минобороны стали набирать солдат в тюрьмах и колониях. Но вербовка не отличается от схемы вот этой организованной преступной группировки под названием «Вагнер», но подписать контракт, получить документы помилования и принять индивидуальный номер. Но в отличие от так называемых вагнеровцев, солдатами из тюрьм обещали оплату не наличкой, а переводом на зарплатную карту и ежемесячно, пишет издание «Верстка». Но, по данным «Верстки», в реальности семьи экзакличенных не могут найти своих близких. В базе Минобороны они почему-то не числятся. Также осужденным отказывают зарплате и выплате страховки при ранении, а сами бойцы, вот эти так называемые, жалуются на отвратительные отношения со стороны врачей и военных начальников. Ну, давайте услышим эту позицию. Сколько всего Минобороны набрало солдат по российским колониям, неизвестно. Но военные вербовщики ездили и по самым удаленным регионам. Так, 46-летний Артур Голубев отбывал наказание в исправительной колонии «Один» в Южно-Сахалинске за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью. В 2017 году его приговорили к 19 годам лишения свободы. В начале мая 2023 года мужчина позвонил семье, продиктовал номер жетона и сказал, что заключил контракт с Минобороны, после чего пропал. Сестра экс-заключенного обращалась в военкомат Минобороны и ЧВК «Вагнер», но везде отвечали, что такого бойца у них нет. Из статьи издания «Верстка». Ян, по вашему мнению, насколько правильным, обоснованным будет утверждение, что по сути для Минобороны и для желания закидать этим боевым мясом определенные участки фронта, ЗК или другие какие-то категории набранных военнослужащих, по сути являются рабами, которые не имеют никаких правей. И цель у них, по сути, единая – каким-то образом приостановить контрнаступательные действия вооруженных сил Украины. Ну, безусловно, так и есть. Это просто продолжение отношения к заключенным в российских тюрьмах-колониях. Там они тоже по большей части являются абсолютно бесправными, ну, как минимум, в нормальном понимании значения слова «право». И права заключенных массово в России, конечно же, не соблюдаются. И мы знаем и про пытки, и про различные издевательства, и прочее, и прочее. И понятно, что Минобороны просто увидели вот эту всю схему, реагируют они немножко медленно. Год им там, ну, почти года потребовался на то, чтобы попытаться повторить за Пригожиным. И вот они получили себе действительно источник, по сути, да, ну, называя вещи своими именами, бесправных рабов, с которыми можно делать все, что угодно. Потому что людей забирают из колоний, где и так у них связь с родными нерегулярные и не очень надежные. Плюс она становится еще хуже, никто им никаких гарантий не дает. Опять-таки, да, так как они заключенные, что они там подписывают, как там эти выглядят контракты, кто там о них должен беспокоиться, заботиться, проверять все их данные, все это контролировать, непонятно, на каком основании это делается. И вот так и получается, что никто ни за что не отвечает, все просто говорят, что, ну, такого военного у нас нет, ничего мы не знаем и все такое. И родные, да, не могут добиться никакой правды. А понятно, что, ну, в колонию тоже, да, попадают после совершения преступлений, поэтому часто, да, у этих людей там нет связи с родными или там родные не интересуются ими, скажем, это тоже закономерно. Поэтому они могут пропадать вообще без какого-либо внимания. То есть погиб человек на фронте и погиб, и никому он уже не нужен. И Минобороны может совершенно спокойно о нем забыть, как они и стараются делать, да. То есть мы же знаем, что Минобороны официально ничего, ну, никаких даже близких к реальности данных о погибших, скажем, солдатах на фронте уже давным-давно не сообщает и вообще никогда не сообщало. Все их данные были чрезмерно заниженными. Так что, да, по сути, превратили людей просто в расходный материал и используют на самых таких сложных участках фронта, там, где нужно посылать людей буквально на смерть, без какого-либо снабжения, там, серьезного, да, без поддержки. И вот таким образом пытаются решать проблемы российской группировки. Тут даже такая мысль возникла о том, что мобилизация глобальная не проходит, поскольку нечем обеспечить вообще, в принципе, новые, скажем так, войска. И вот Россия не имеет возможности полноценно обеспечивать свою армию необходимым количеством, а не то, что новое, а даже восстановленное после хранения техникой. И на днях один из российских оккупантов пожаловался в сети на получение целой батареи нерабочих зенитных ракетно-пушечных комплексов Тунгуска, которые в ближайшее время должны быть задействованы на войне против Украины. На видеозаписи он рассказывает, что все боевые машины, несмотря на то, что в 2022 году были капитально отремонтированы, находятся в неисправном состоянии и не способны выполнять боевые задания. Автор поста подчеркнул, что эти комплексы были частью поставок Министерства обороны Российской Федерации. Но, с другой стороны, зато ядерное оружие в Беларуси размещают. Тут, кстати, CNN опубликовала статью о том, что американская разведка сообщает о том, их нет сомнений в том, что размещено в Беларуси оружие, тактическое ядерное оружие. И это все ссылается CNN на разведку США. Вот, собственно, как вы считаете, что действительно, на самом деле, плачевная история с этим вооружением Российской Федерации. И что же там тогда в Беларуси происходит? Поскольку там вагнеровцы, они будут его охранять. А чем охранять? Поскольку те колонны, которые передвигались в Республику Беларусь, в военной технике там не было обнаружено, а только такие автомобили, буханки и так далее. Вот оцените всю историю вообще, в принципе, обеспечения Российской Армии. Ну, по поводу техники, например, вот на этом видео с тунгусскими, тут важно отметить, что, во-первых, сами тунгусские — это довольно старые машины. Они устаревают, ну, так как это зенитный комплекс, да, такие сложные установки устаревают быстрее, скажем, чем артиллерия. И если там орудия, ну, или даже танки 80-х годов могут быть вполне актуальны сейчас, то зенитные установки уже становятся не очень, скажем так, да, они соответствуют реалиям. Но при этом, да, этот человек, видимо, военный, рассказывает о том, что именно не работает на этих тунгусках. И почти у всех не работает либо подвеска, либо двигатель, трансмиссия. То есть, по сути, простая часть этой машины, то есть часть, которая не зависит, скажем, от какой-то сложной электроники, которую там не поставляют в России, и еще чего-то. То есть двигатель из 70-х, 80-х годов вроде как можно собирать без особых проблем, там, не какой-то хай-тек. Но вот все равно не работает. То есть даже с этим проблема. И, видимо, их на заводе вот так вот кое-как восстановили, завели, поставили на эшелон и отправили. Можно подозревать, что так происходит и со многими другими машинами, теми же танками, которые регулярно показывают небольшими партиями, что вот, смотрите, мы снова восстановили. Вполне возможно, у них такие же проблемы, что они там немножко поездят, потом у них двигатель там ломается, и нужно его снова ремонтировать. А по поводу Белоруссии ядерного оружия, ну, действительно, западные аналитики считают, что уже оно поставлено, отвезено туда. Видимо, есть какие-то подразделения отдельные российских военных, потому что там специальный должен быть для этого полигон, там склад для хранения именно ядерного оружия. Видимо, там они его и охраняют. Не думаю, что вагнеровцы имеют к этому какое-то отношение, и они там рядом будут даже находиться. Вряд ли. Это дивно, да? Ну да, не думаю, что Путин допустит такую мысль, чтобы вагнеровцы после мятежа, даже несмотря на то, что он их отпустил, по сути, никак не наказал, все равно. Но это уж было бы чересчур. Но я не исключаю также и какой-то масштабной дезинформации. То есть понятно, что я не думаю, что у западной разведки есть прям вот какой-нибудь крот, скажем, среди военных российских, которые занимаются ядерным оружием, и он прям точно знает, что вот Байголовка, она приехала. Они могли это изобразить, скажем. Вполне возможно тоже. Спасибо, да. Спасибо вам, Ян Матвеев, военный эксперт. Благодарим за этот анализ, за обсуждение этой темы в эфире телеканала Freedom.